Сегодня посмотрим за очень сильно переработанной спектрой, на которой будет играть Ятора. Давно мы за ним не смотрели. У нас средний рейтинг в этой игре 10к, у Ятора 19 ранг. Также есть проигрок Малерин, который играет против на праймале. У него 15-й и МТД, у него 44-й. Остальные игроки, соответственно, не проигроки, а обычные. Тем не менее, средний рейтинг 10 тысяч ММР. Начальный закуп у нас это 2 носка, топорик и Magic Stick. Сразу посмотрим, будет стоять вместе с Ричдоктором против Драгонайта и Леона. В Миду Зевс против Праймала и в Харде Лекан стоит вместе с Зевсом против Коридровки и Дазла. Теперь по изменениям, потому что спектра довольно сильно изменилась. Базовая сила уменьшена, была 23, стала 21, но это все ерунда. Первое, что изменили, это способность Shadow Step. Теперь это ультимейт. Урон иллюзии, соответственно, 80%, урон по иллюзиям 200%, длительность 7 секунд на последнем уровне прокачки и перезарядка 40 секунд на последнем уровне прокачки. Расход маны у нас 150 и, соответственно, на цель этой способности больше не применяется кинжал от Spectral Dagger. Дальше способность Reality. Теперь имеет перезарядку в 3 секунды и теперь на цель этой способности применяется кинжал, соответственно, от Spectral Dagger. Последнее, что изменили, это способность Hound. Теперь ее дает Аганим Скипетр. Урон иллюзии 80%, урон по иллюзиям все так же 200%, длительность 7 секунд, перезарядка 180 секунд. Расход маны 150. В общем, такие изменения. Они сейчас очень сильно Spectral up 0 по именно пикрейту, не винрейту, а пикрейту. То есть ее стали брать намного чаще и этот герой стал интереснее игрокам. Но за счет того, что ее как бы переработали и банально на Spectral Dagger сейчас мало кто умеет играть, у нее винрейт упал. Упал он на 2%, но что интересно, что с каждым днем сейчас винрейт растет по чуть-чуть. То есть банально люди учатся на ней заново играть. И если в первый день после патча винрейт был на 3% меньше, сейчас же на 2%. Я думаю, что буквально через, ну может быть, неделю-две винрейт выровняется и останется примерно такой же, как и был ранее. То есть герой не станет слабее особо, просто он стал немного другим. Так, теперь по гриппам у нас ситуация следующая, а именно ятора идет 10 на 2. Точно так же, как и дровка. Вот уже 11 на 2 и у дровки тоже 11 на 2. Формят они одинаково. Решил с вами поделиться интересным способом, как теперь с Рошана можно выбить не только Егис, но и настоящие Арканы. Есть специальная мини-игра, в которой ты должен объединиться с тиммейтами и забрать Рошана. После этого ты получаешь осколки. Копишь их и обмениваешь их на специальный мега сундук. Посмотрите на наполнение всего за 20 побед. В этот режим можно играть 1 раз в час бесплатно. Поэтому советую не пропускать, чтобы залутать как можно больше призов. Ну и пока мы все ждем батл пасс, он уже вышел у эпиков. На последнем уровне можно получить ДК хук, а на 15 Аркану. Если что, БП можно получить по ссылке снизу абсолютно бесплатно. Всю информацию я оставил внизу. Так же, как и промокод на 15% к пополнению баланса. И дополнительную попытку в мини-игре. Покупает себе рецепт и будет делать урну Shadows. И так же, скорее всего, сейчас, а может быть и чуть позже, апать себе в Rise Band. Потому что я тоже очень часто в Rise Band покупают на более поздней стадии. Там минуте к 15. А не как это делают остальные на 5 минуте, да, например. Ну, либо просто как можно быстрее. Особо сильной агрессии нету. ДК как-то пытается его пробивать. Но в целом это получается не очень хорошо. Потому что спектра герой очень надежный, сильный. Именно по стоянию на лайне. То есть его загнобить задача прям суперсложная. По прокачке первая способность у нас вкачана в 2. А именно дайгер. И дисперсия он прокачан 1 раз. Так, видим, что вместе с Вичдоктором они хорошо прохарасили ДК. И сейчас он себя чувствует уже не совсем комфортно на этом лайне. По расстановке спектра идет только в Изи. Как кэри, в харду, на мид, ее особо не берут. Только какие-то случаи исключения. Вам никто не запрещает пикать ее в мид. Но ничего, скажем прямо. Это просто не лучший герой для этой позиции. Так, Скай добивает Леона. Хорошо. В целом фраг сделали. Жалко, что он не достался спектре. Но тем не менее получает ассист. Прилетает урна. И дальше у нас по, соответственно, закупу идет ПТшка и в Райсбенд. А далее будет делать уже Спирит Весл себе. Что интересно. Сегодня у нас будет долгая игра. Вы давно долгих игр прям не видели. Таких 50 плюс минут. И очень потная. Вот прям пот будет у нас всю игру. Что, я думаю, многих обрадует. Счет 3-3 на пятой минуте. Забрали Дазла. Тоже Скай сделал килл. Неплохо он вышел. Загангал здесь чисто всю карту. У него вообще счет 3-2-0 получается. Кстати, два игрока у меня в муте. Давайте их размутим. Ладно. Не знаю, почему в муте. Такое иногда случается. Прилетает Вич Доктор на лайн. В целом у них нет задачи сейчас кого-то убивать. Задача этого просто фармить. В целом... Дровка сейчас уже сильно вырвалась вперед. У нее 26 на 3. В то время как Спектра имеет всего 16 на 3. 16 на 3 на шестой минуте. Это очень плохой показатель. На самом деле. То есть банально. Крипы не добиваются. У ДК и Том 30. 10 на 10. То есть и ДНФ достаточно. Но и полосы там видим. Что... Значительно... Ой, сейчас 2 кила может быть. Добивает Леона. Дальше. Накидывает урну на ДК. Но кажется он убежит. Кажется... Есть еще одна урна. И есть даггер. Буквально через 2 маны. Нет. Не собирался он. Идти до конца. Понимал. Что может быть еще и какой-то... Сейв ТП. От любого другого героя. И Атора понял. Что лучше он... Не будет жадничать за этим киллом. А останется и... Просто продолжит бить крипов. А вот собственно и опасность. Да. Которую он заранее уже просчитал. Когда не побежал за ДК. Это Праймал. Который оказался. Но неужели это ему не поможет. Да. Все-таки... Хоть и Атора был очень... Скажем... Осторожен. Праймал в тупую подошел. Вбил его в землю. Еще и Вич Доктора забрали. Догорит ли Праймал? Кажется... Так. Болт. Болт летит. Один за ним. Сейчас еще... Зевс его добьет. Зевс промазал. Дал только Вижен. И от Ская урона тоже не хватило. Неприятно. Потому что... Нет. Зевс до конца идет. Но кажется он его уже потерял. Да. Праймал просто убежал. В общем была хорошая попытка. Но Маларин... Смог выжить. Видимо в чат пишет ГГВП. Чтобы подролить немного. Да вообще всю команду Даймал. Которая не смогла его добить. Леона сейчас... Прохарасили. Ну и Скай пытается... Его... Накидывать тычками. В то время пока... Ятор просто пытается пофармить. Потому что 22 на 3 это... Ужасно. В дровке в 2 раза больше крипов. 42 на 9 она идет. Да. Зол на линии показывается. Тут вообще 3 героя. Все лоу хпшные. Включая Вич Доктора. Которого сейчас добивают. Спектра остается одна. Ладно. Не одна. Здесь есть Скай. И есть Зевс. Они 3 в 3. Добивают Драгон Найта. Хилл достается Зевсу. И второй тоже. На Даззле. Пока я тоже только тут... Ассисты лутают. Теряют еще и Вич Доктора. Кажется, что... Размен здесь оказался не очень выгодным. Появляется ультимейт у Спектры. Добивает у нас Леона. И прячется в кустах. Делает паут. Хорошо. Успел. Еще один удар бы он поймал. Он бы отъехал в таверну. А итоги... Они, видимо, все уже ушли. Нет. Вот итоги. Да. А, 3 в 4 размен. И это для Радиант Драг получше. 1900 против 1200. По опыту то же самое. Абсолютно. Спектра бежит в мид. Надоело ей стоять сверху. Там слишком... Все... Не спокойно. Чтобы просто фармить. Это именно то, что и нужно Спектре в начале игры. Просто пофармить. Просто побить крипов. Не драться желательно. Ну, когда халявный килл появляется, конечно, его нужно. Забирать. Но... Видим, что... Хоть и киллы есть, но... Это сильно ситуацию не спасает. Давайте посмотрим на ценность. На ценности все то же самое. Крипов мало. И ценности тоже мало. 3. 600. В то время как дровка имеет 4.800. На первом месте она держится. Пока Спектра здесь добивает крипов, которых удается найти. Так, прыгает на ДК. Плюс ультует Зевс. Кидает Даггер. Но этого всего не хватает, чтобы отправить его в таверну. Поэтому он просто спокойно, без напряга убегает. Седьмой уровень по прокачке Даггер замакшен. Дизалейт он не трогает. Также Дисперсинг вкачал в 2. Ну и, собственно, вот так вот. Праймал в миду убивает Зевса. Подловил его. И 1.400 золота получает. У Спектра есть Спирид Весел. Пытался задонайить вышку, не дать Праймалу забрать. Но не получилось. В итоге вышку потеряли. И просто, опять же, фармит именно линию. В лес он не уходит сейчас. До сих пор бегает без какой-либо нейтралки. У него уже линия свободных. Да, пока еще ничего не выбили. Только... Вообще что линия одной получается? Или один жетон? Один жетон у них. На всю команду. Надо бы подфармить, Лес. Хотя бы ради нейтралок. Дальше. Видим, что у него до сих пор ПТшка. В кейкбайе. И в Рейсбэн тоже не собраны до сих пор. Игра, кстати, очень свежая. Два часа назад только она была сыграна. Поэтому прям максимально актуальна. Но, в самом деле, у Ятора сейчас видно, что... Ну, это еще за счет героя. Спектра в начале, если ее загнобили, ей очень сложно разгоняться. Здесь как раз-таки именно за этим мы и наблюдаем. За трудным началом. И как... Вот. С последних мест по Нетворсу выбраться. Прилетает Файт. Сразу же вгрызается в Дазла. Добивают его. Но потеряли Лекана. И... Спектра переключается на мид, на крипов. Там погоня за Малрином. И мне что-то подсказывает, что его в очередной раз просто отпустят. Или все-таки нет. Впитал он очень много урона. Нет, не отпускает. Хорошо, сбили стрик из 6 киллов. 550 плюс 270. Получили за... Праймал миста. Еще и Зевс ультует, убивая ДК. Хорошо. За него тоже 450. Радует, что немного они отыгрались. Правда, не без фида. Зевс отъезжает по итогу. Ну, а я тоже спокойно фармит мид. Собираю потихоньку ПТшку. После Спирит Весела. Только. Все, наконец-то на 14-й минуте к нему летит, соответственно, сапог полноценный. Тем временем дровка имеет 6 800, но Спектра 5 150. Ну, имеет то, что имеет. Находится, ну, наравне... Наравне с ДК. С героем 3-й позиции. Так. Линию не... Вернее, лесных крипов не дофармил. Бежит сразу на лайн. Потому что крипы на лайне сгорят. А в лесу они никуда от вас не денутся. Даггер дает в Дазла. Там сверху руна. В невидимости подбирает ее Леон. Прыгает на Дазла по Тауэр. Видит... Леона. Но попадается он под контроль и впитывает ульт. Получается, от кого он отъехал. Впитывает палец. И за него 300 плюс 200 голды. Леон получил. Но в общей сложности размен-то 1 в 3. Поэтому для Дайер неплохо. Полторы тысячи они получили. Можно так сильно не расстраиваться. Из-за того, что я торофеданул. Конечно, он ничего в этом файте не получил особо. Но, тем не менее. Тем не менее, для команды это было неплохо. Быстро возрождается. И возвращается к фарму. А его крипов, которых он не добил, кстати, забирает Девс. Ну ладно, он все равно далеко. Поэтому, чтобы не тратить время. Можно было и поделиться крипами. Дальше. Собрал в Рейсбэнд. 15-ая минута примерно. То есть, про что я говорил. Очень такой нестандартно поздний в Рейсбэнд. Дальше у нас Радианс. Ну, Радианс на Спектру в целом. Это практически обязательный артефакт. Практически в любой сборке он присутствует. Потому что у Спектра есть иллюзии. У которых тоже есть Радик. И, соответственно, за счет этого огромный импакт вносится с этого артефакта. Зевс ульта, ну, добивает Леона. Забрали Праймала. Очень мало ХП у ДК. Жмет и паут. Неужели нечем сбить? Да ладно. Просто на одном ХП он улетел. И, на удивление, никто не смог сбить ему телепорт. Ни касок, ни болта не было. ДК просто очень нагло ушел. И его вот так вот отпустили. Ну, ладно. Хорошо. В любом случае, тысяча сто. Заработано. На десятом уровне берет сразу же левый талант, который дает пять ко всем атрибутам. Возвращается к фарму леса. Здесь пока нету врагов. Можно особо не переживать, но в любом случае спектра довольно легко уходит от любой опасности. Чего у него не было, конечно, в начале. Когда его принимали. Сейчас он может фармить поспокойнее. Отделает ТП вниз. Притом, он мог прилететь на портале, но тогда бы он не успел зафармить эту пачку. И он решил отдать 100 золота за телепорт, но в любом случае он получает больше с этих крипов. Тоже, если вы видите потенциально так у нас здесь влет в ДК. Хорошо. Вич доктор сейчас супер силен. и сносит его практически соло. Не без помощи, конечно. Так вот, если вы видите пачку крипов и вам как бы жалко телепорт, имейте ввиду, что вы с этой пачки гарантированно, ну, если там не два крипа бежит, получаете больше золота и плюс получаете еще опыт. Да, ТПшка тратится, а тут еще нужно рассчитывать, что туда, куда вы прилетите, не будет ли вот там необходимости улетать, потому что может быть там будет враги, а вы как раз без ТПшки, либо скоро нужно будет помочь вашим тиммейтам, это все нужно учитывать, и тогда можно отдавать ТП, именно, чтобы чисто пофармить. Так, добивают Леона, забрали Дазла, даггером цепляют и замедляют Праймала, Ликан, бежит очень быстро, но там уже хайграунд намечается, поэтому разворачиваются, так далеко бежать они не хотят и лучше снесут, например, Т2, отдали Гриф, но кажется, Гриф не засейвит, прям, чисто вышку, они в любом случае должны были его давать, потому что он сейчас, если вышка упадет, зарегенится обратно, потому что это первое Т2 будет, у Рейдиан потеряно. Так, ну что, как ситуация по надворцу, 8200 спектра, в это время дровка 10500, все еще не очень хорошо, но уже немного получше. Как бы скажем, не так все плохо, как было в начале, поучаствовал в киллах, ну и плюс начал хотя бы фармить без остановки. Миштокер, соло, уже и не соло, хотел забрать праймала, прилетел спектра на помощь, и летает обратно. вовремя он понял, что рискует здесь подставиться. Хорошо, ДК, сняли все хп, но на нем сейчас крест, чуть-чуть отхилили, добивает его, добил, добивает его Скай, с первого спала, добили еще Леона, неужели примут праймала, эх, крест, паут, а, и Леон, не Леон, а Даззл тоже улетел. Перед носом два телепорта, никто ничем помочь не может, чтобы их сбить. Уже они так вроде как три, либо четыре килла упустили, когда нет возможности именно сбить ТПшку. Представляю, насколько это обидно, каждый с таким сталкивался, но когда в таком количестве от тебя уходят киллы, нужно этот вопрос как-то решать. Так, кстати, Радик уже у нас практически собран, есть Сакрит Релик, но остается купить еще Талисман of Evasion. Радианс очень поздний, но такая игра. Плюс он далеко не первым артефактом, решил его собирать, потому что у нас и ПТ, и Спирит Весел, да и собирать первым артефактом Радика это не лучшая идея. Далее по сборке Монта будет идти после Радика. Тоже в сочетании с Радиком Монта показывает себя вообще замечательно. После Монты он добавляет БКБшку. Замаксил уже первый третий спел и начинает Дезолейт прокачивать постепенно. Прыгает на Леона. Леон уходит в Инвиз, но Зевс его не отпускает и плюс хорошее замедление, вешает крест. нужно дождаться окончания креста и просто сделать одну тычку. Хорошо, это сделал Зевс. А, нет, подождите. Зевс хоть и дал болт, но он догорел именно от спектры. За счет пассивки, кажется. так, скан дали силы света, видят, что здесь игроков в Дайер. Драться пока что они не будут, как минимум 5 секунд, нужно дождаться пока резнутся саппорты, спектра улетает наверх, но если что в любой момент сможет вернуться. Как же красиво выглядит все-таки Ордианца это за счет Арканы. Так как у Ятвора Аркана. Давайте покажу вам героя. Да, выглядит очень классно. Еще вот эта красная штука, она супер дорогая, стоит наверное ну тысяч пятнадцать, как будто бы, а может быть и больше, давно не чекал на них цены. Это с Интернешнл когда вы смотрите я только не знаю, наверное не обязательно присутствовать именно на Интернешнл можно просто смотреть реплей и в момент Ферст Блада какому-то количеству зрителей выпадает Кримсон Сундук, в котором находятся старые Морталки, но они красного цвета и они супер дорогие при том все. Так, силы тьмы Рошу забрали, Аигас достался Зевсу, интересное решение, можно было бы дождаться пока Спектра бы все-таки взяла, мне кажется ей было бы попрофитнее, но ладно. Прыгает на Праймала, не хочет отпускать, есть Даггер, сейчас пока еще не из Алова, опа, вот это неожиданно получилось, Дровка пришла на помощь и просто сносит Спектру вообще не ощущая ничего, влетает в таверну, хотя казалось, что я тоже сейчас буду делать килл, 15 уровень, левый талант, 80 к урону от Даггера, он прокачивает, Скай сносит Леона, цепляет Праймала, вбивает в землю его, Вич Доктора не Праймала, если что, и Дровка дальше наваливает, забирает Скай выбили Айгис из Зевса, за это время Дайер себе набили уже какое-то количество преимущества, кажется, что после этой драки от него ничего не останется, Ятор возвращается в драку, и не получилось у него отомстить за свой фит, потому что Дровка опять на телепорте уходит и снова на микро ХП, там одна тычка оставалась, у меня такое чувство, как будто нужно просто бросить все и начать собирать себе башер, потому что ну сколько можно, у него счет 3-3-12 притом у Дровки у нас стрик, сейчас посмотрим сколько у него вообще стрик и килл, а у него 6-0, за него бы дали очень много денег, она на первом месте по Нетворце, то есть там 1000 плюс золота он упускает просто из-за того, что они не могут сбить телепорт, это супер супер обидно, я уже конечно об этом говорил, но все равно, тем более в таком случае, когда тебя Дровка забрала, ты можешь ее забрать в ответ, сбить трик, нет, не получается, пропушили нижнюю линию, здесь ломать нечего, на хайграунд пока что они не зайдут, 3000 преимущества, это не позволит им вообще ничего такого сделать, Радиант скорее, да и тем более у них такой пик героев, посмотрите какой пик героев Радиант, это Дровка, Праймал, Леон, то есть герои идеально откидываются с хайграунда и очень долго могут его дефать, поэтому, чтобы зайти против такого пика, нужно прям на голову выше быть противником, ну либо подловить Дровку где-то на в лесу, тогда да, уже банально они не могут защищаться без своего кэрри, то есть либо сильно переиграть, либо перехитрить, два варианта, есть яша, дальше, у нас у нас у нас у нас у нас плюс рецепт, Скулбашера никакого в сборке не намечается Как вы могли заметить Выбирает нейтралку третьего уровня Что же он найдет Интересного для себя Берет Клоков Флэймс В сочетании с Радиком тоже очень Приятно смотрится Ну и плюс под иллюзией Прыгает на Леона Моментально сносит ему все хп Дазл решил отдать на него крест На самом деле зря Просто немного времени потянул И ему бы самому пригодился крест И забирают его тоже на очереди Хорошо 1200 за 2 саппорта не получили Так, манта летит Дальше БКБ По ценности разница на самом деле Не уменьшается Скорее даже растет 14 800 спектра И 17 700 дроу рейнджер Первое место у нее уверенно Наверное всю игру находится Прыгает на праймала Прыгает на праймала КВшка тупа Вот это уже проверенная тактика Она не контрится Представляю как бы Яторо хотел сейчас Оказаться на войде На фестус войде Напишите пожалуйста В комментариях Ждете ли вы ролик От Ятора На войде Если напишите много комментов Про войда Я Наверное тогда завтра И выпущу его Потому что тоже нужно Разобрать нового войда Как никак Плюс мне очень интересен Сам фестус войд Как я думаю Многим из вас Потому что ролики По войду Особенно от Ятора Набирают хорошо У нас начинается драка Сразу дает Стан на спектру Поэтому ничего Не может сделать В файте Использовал манту Иллюзии тоже Очень быстро Раскромсали Дровка Не дает Возможности Подойти Подставился Скай Его снесли Рейден Только единственное Каждый герой По полу СП потерял Вичдоктор Ставит Ставит вард Хватит ли Хватило урона Прыгает Спектра Под вышку Забирает Дазла Даггер В дровку Но опять же Откидывается Гастом И Дровка Убегает Праймал Смело Прыгает Втроих Под БКБ Его сносит Вард Нет Не снес Один удар Нужно сделать Ладно Догорел Хорошо Хотя бы Спектра Улетает И Что по итогам Потому что Не совсем было ясно Три И в два Тысяча для Рейден Две тысячи для Дайера Дайера подрались Хорошо Получили в два раза больше опыта Но Это наконец-то Верное решение Посмотрите Его Кикбай Башер Плюс Эбисон Блейд Вот это то Что мне кажется Нужно было собирать Первым артефактом В этой игре Конечно же Я шучу Башер Первым артом Было бы Не очень круто Иметь это бы Сильно бы Сказалось На темпе Фарма Да и в целом На Выживаемой Спектре Остается один Крип До 20 Уровня А здесь Как назло Все зафарплено Ну что Сейчас Сразу 32 Минута Крипы Появляются И он их Быстренько Забирает Качает Левый талант Плюс 12% К изменению Скорости От даггера Теперь у нас Изменение Скорости Передвижения 34% Вас Ускоряет Врагов Замедляет Ну и потихоньку Начинается Сборка Даггера Не даггера А башера Чуть перепутал Счет Практически Равный 25-29 Но 8000 Дайер ведут Удивительно Да Как с перевесом 8000 Они Выглядят Слабее Вот я не знаю Лично для меня Радиант В файте Показывает Намного Лучший результат Особенно Когда дровка Нормально Включается В него Но Дайер По золоту 7000 Чуть Чуть меньше Чем 8 Но все равно Много Дайер Заходит На второго Рошана Первого Они тоже Забрали Тогда Егис Достался Зевсу Сейчас Я предполагаю Что Все таки Отдадут Они Спектре Ну и плюс Еще и Сыр Для Зевса Наверно Будет Да Конечно же Отдают Аегу Для Аеторо Так Прыгает На Праймала Он Здесь Один И Сейчас Он Уже Не уйдет Потому что Есть Баш Здесь Прокнут Монсит Накидывает Спирит Весел Здесь Его Вич Доктор Вот Заслуженный Заслуженный Баш С первого Удара Он Его Просто Вытер Я Уже Начал Переживать Вдруг Он Сейчас Просто Убежит От них Но Этого Не Случилось Зев Сультанул И Я Тор Добиваю Хорошо Дальше В сборке Соответственно У нас будет Порчит И Будет Апать Его В Блад Тор Ну А для Начала Соберет Себе Эбисел Просто Баш На такой Минуте Смотрится Хорошо Конечно Но Эбисел Получше Разница По сравнению С Дровкой Остается Примерно Такая Ж Несмотря На То Что Сейчас Вроде Разыгрались 24000 У Дров Рейнджер У Спектра 2300 Ну То То Они Как бы Просто Одинаково Фармятся Одинаковой Скоростью Много Киллов Не делает Я Тор Поэтому Он И Не Врывается Дровка Убивает Скай 500 Плюс 250 Получает За него И Прилетает Эбисел Для Спектры Кстати По изменениям Предметов У нас Бонус К урону Увеличен У Эбисела Было 30 Стало 35 У Радианса Изменения Берн Теперь Наносит Иллюзием 150% Урона Начинается Драка Прыгает В дровку Но на нее Сразу же Накидывает Крест Плюс Она Активирует БКБ Надстреливает В ответ Спектру Но у нее Есть Аегис Не забываем Сразу же Подкоп И еще Стан И Я не знаю Что должно Произойти Чтобы Спектра Здесь Как-то Выжило Его Просто Банально Вчетвером Подловили Дали Все Способности Но Он Перед Смертью Забрал Зато Леона Чтобы Было Не Так Обидно Праймал Убивает Вичдоктора Такой Вот Ужасный Размен Для Радиант Они взяли И За Один Файт Неудачный Отыграли Вообще Все Что Дайр Эти 37 Минут Пытались Заработать Давайте Сейчас Посмотрим Сколько Они За Файт Заработали За Одного Ятора 570 Плюс 870 И Видим 3500 Но Совсем Недавно Преимущество Дайр Было 8000 Сейчас Все Ровно В Нуле Ну вот У Рейдин Чуть Чуть Меньше 1000 Есть Перевес По Опыту То же Самое Они Отыграли Вообще Все Уровни Которые У них Были 10 Тысяч Опыта Это Очень Хорошо И Очень Плохо В то же Время Для Сил Смы 38 Минута Тем Временем Хай Граунды Стоят И Каких-то Попыток Особых Не Было Для Захода Хороший Врыв Врыв В ДК Не в ДК В Дазла В Дазла Снесли Он Даже Не успел Проражать Абсолютно Ничего Потому Что Находился Под Эмсел Блейдом Он Сразу Выкупается И Еще Может Нести Импакт Потому Что Крест Не Потрачен Радиан Смаки Прожали Вылетает Праймал Откидывает Сразу Силенс Разница Сдровки Становится Еще Сильнее 21700 Против 28000 А Счет У нее 8-0 А Ее Еще Ни Разу Не Убили А Я Думаю В чем Проблема Я Почему То Был Уверен Что Стрик У нее Снесли Но Нет Она Еще Ни Разу Не Нафид Да Я Теряет Вич Доктора Без Него Будет Драться Очень Трудно Сейчас Но Видим Что Это Не Останавливает Прыгает Сносит Дазла Снова Эбис Лот Был Потрачен Именно В него Праймал Врывается Но Как будто Было Лишнее Потому Что Сразу Получает Очень Много Урона Дровка По Традиции Уходит Безнаказанной На ТП Ну И На этом Драка Закончилась Хорошо 1900 Могло Быть Намного Больше Но Это Лучше Чем Проигрывать Преимущество Они Вернули 4000 Врывается В Дроу Рейнджер И Неужели Он Это Сделает Хорошо Наконец-то Наконец-то Он Ее Снес Плюс Заврали Еще И Леона За Дровку 1000 Плюс 870 Так Получается Сам Стан Рискует Отъехать Самостоятельно Так И Происходит У него Есть Бай Но Тратить Он Вряд Ле Будет Тем более Рейдин Прожали Уже Три Бай Бэка Чтобы Отыграться И Не Дать Снести Свой Хай Граунд Да Так Происходит Они Отогнали Дайр И ХГ Не Пострадал В Отличии От Денег Рейдин Видите Как Сильно Скакнуло Преимущество Это Именно Из-за Того Что Рейдин Потратили Сейчас Бай Свои И У них Сгорело Очень Много Голды По Итогам Ну Боев Три Штуки Здесь Нам Два Показывает Тоги Файты Не Всегда Корректны Спектра Передумала Делать Себе Орчет И Апать В Блад Торн Вместо Этого Будет Делать Себе Ятора Сильвер Рейдж 25 Уровень Уже Был Вкачен Левый Талант 5% К Отражаемому Урону У Дисперсион Очень Удобно Он Скачал Все Левые Таланты Если Вы Будете По его Сборке Собираться Легко Запомнить И Что Радует По преимуществу Спектра Практически Догоняет Дровку Но На самом Деле Все Потому Что Она Просто Байбай Прожала Только Поэтому Так 13 Секунд Ятор Сразу Сможет Ворваться В файт Если он Вдруг Начнется Фичдоктор Стоит Варты И Прячется Но Его Находят С помощью Гаста И Сразу Добивают Плюс Сносят Скаймага Которая Ресается Отправляет Иллюзию Сам Прилетает На ТП Сносит Праймал Неужели Сразу Примут После Возвращения Это будет Огромный Провал Он И так На самом деле Очень много В таверне Просидел Вот Прям Пол игры Как будто По ощущениям Ну естественно Пять раз Умер Ничего Удивительного Передумал Делать Он И Сильвер Вместо Этого Нули Фаер Появится В сборке И уже Точно Потому что Он Купил Сакрит Релик Но Тут Либо Делать Второй Радик Либо Рапиру Поэтому Просто Он Уже Три раза Изменил Решение По Сборке Сейчас Уже Вариации Совсем Мало Осталось Да Нулик Летит Появляется Ну Ну Еще На самом Деле Достаточно Слотов У него Кстати Между делом Шард Появился Улучшает Дисперсиан Позволяет Активировать Эту способность Чтобы увеличить Оторожаемый урон На 100% Злительность 5 секунд Перезарядка 25 И расход Маны 50 Я решил Что все таки Ну сейчас Особенно Когда приток Новых Игроков Буду Озвучивать Все Аганимы И все Шарды Даже Если Они Соответственно Старые Для Понимания Лучшего Так Прилетает В Дазла Прыгает Не получилось Его снести А вот Фидануть Получилось Замечательно ДК С дровкой Конечно Имеют Идеальную Возможность Снести Спектру За секунду Когда он Прыгает В Дазла А по бокам Стоят Два героя Таких Вот Замечательных Притом Как я понимаю Дазл Еще и Выжил Да Единственное Кого они Отдали Это ДК А Рейдин Теряют Ская На этом Еще Не Не все Потому что Вич Доктор Тоже Подставляется И Это Минус 3 Неужели Все-таки Рейдин Эту игру Заберут Потому что Ну вот Сейчас Они еще И Рошана Забирают Явно Себе 55 секунд Дайер Не успеют Вообще Никак Хотя Подождите Роша Побежит Наверх Если они Не успеют Его снести Успели Буквально За секунду До того Как Кстати ДК Удивляется Белдузевса Давайте посмотрим Что же там Такого Удивительного У нас Здесь Монта БКБ Муншарт И Линкен Сфера Плюс Рошан Аегис У нас У дровки И Сыр Получается У Праймала Удивительного 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 Я хотел Сказать Удивительного Пятого Уровня После 60 Минуты Либо Я не знаю Может быть Игра Все-таки Не дойдет Хотя В целом Я был бы Не против Посмотреть Часовую Игру Уже И так 46 Минут Это Уже Долго Уже Полностью Запакованы Дровка Так Точно Так Ну Идут Толпа Крипов Через верх С толпой Иллюзии Иллюзии Исчезли Правда Ну Леон Да Здесь Без проблем Это все Дефает Вот Про что Я и говорил Но Тут Резко Прыгает У него Спектра Не успевает К сожалению Он его Забрать Асорчидо Может быть Догорит У него Крест Нет Кажется Все-таки Не получится Снизу Дровка Воспользовалась Моментом Снесла Т2 Соло Там На нее Особо Никто Внимание Даже И не Обратил Ну И Минус Вышка Реагировать Нужно Очень Быстро Такие Моменты Так Принимают Ее Здесь Она Прожимает БКБ Но Ей Это Не Помогает Она Теряет Аегис Вопрос Смогут Ли забрать Второй Раз Прыгает Путра Был Потрачен Эбисол И Сносит Хорошо Серия С5 Убий Снова Прерывается 900 Плюс 1200 Праймал У него есть сыр Сейчас Вы должен Есть Кидает Орщит На ДК Вон Под БКБ Встанет Пытается Убежать Снесли Да 2 500 Плюс 400 Дайр Сейчас Имеет Хорошую Возможность Ну Хотя Там Бай Бай Ладно Наверное Рано Еще Говорить О том Что Как То Снести Там Ну Хотя Две Стороны Все Так Бай Дазал Свой Бай Потратил Но Все Остальные Праймал С трогкой Могут Выкупаться В любой Момент Они Приберегли Деньги Этим Проблем Нет Так Ну Что Заходят На Хайграунд Очень Медленно Ковыряют Вышку Видим Что Радиант Глиф Подождите А Чего Они Глиф Не Прожали Странный Момент Они Глиф Не Прожали При том Что Он Б Реснулся Как Будто Специально Хотели Чтобы Радиант Быстрее Снесли Вышку Может В этом Был Их План Чтобы Принять Их На этом Выкупается Вся Команда Дровка После Байбэка Выкупается Здесь 5 Баев Идут До Конца Преимуще Радиант Резко Падает И Дайр Получает 16 12000 Перевеса Просто Из-за 5 Баев Ну Еще И Килл Сделали На Дров Рейнджер Разумеется 600 Плюс 1000 Золота Тогефа Это 4200 И Радиант Минус 1800 Получают Но Снесли Только Одну Вышку Сверху И Одну Вышку Снизу В Миду Снизу Еще Стоит Что Будет Собирать После Млаторна БКБ Все-таки Решил БКБ Что ему Пригодится Что он До этого Хотел Собрать Но Потом Передумал Я уже Не помню В Вместо Какого Артефакта Он Вернее Что он Собрал Вместо БКБ Наверное Наверное Нулифайер Или что-то В этом Роде Либо Сколбашер Так Девс Ультует И Под Ульт Сразу Прыгает На Спектра И За Эбисол Забирают Плюс Блатторн И Нулифайер В общем Нагидывает Он Все Что У него Имеется В Его Запасе Довольно Нескромном Горят Бараки Под Беканом Перебегают На Нижнюю Линию 40 Секунд Еще Не Будет Дров Рейнджер Мне кажется Этих 40 Секунд Хватит Чтобы Снести Даже Ну Мега Крипов Точно Сделать Перевратили Сейчас Спектру Волка Сносят Праймала Есть Мега Крипы 26 Тысяч Перевес И Вот Если Сейчас Дровка Что-то Не Сделает Ну Вместе С ДК И Леоном Потому что Остальные В таверне То Это Уже Будет ГГ И ДР Все-таки Смогли Здесь Перевернуть Игром Прожимают БКБ Спектра Сначала Думала Прыгнуть Потом Разворачивается Обратно Бьет Вышку Глифов Нет Доров Не Будет Верши Торчит Прыгает На ДК Сносит Дровка Убивает Вещ Доктора Но Его Сносят Ее Вернее Сносят Она Без Байбэка И Также В таверну Отправляется Леон Все-таки Дайрт Смогли Перевернуть Эту И забрать Ее Было Прям Очень Много Переворотов 12-6-25 Итоговый счет Очень много Ассистов И на самом деле Много Смертей Я тоже Фидил Прям Как Никогда Но Киллов Тоже Достаточно По Статистике У нас 34 Тысячи Ценность В это Время Дровка 34 500 Имеет 424 Добитых Репаж 698 Зол В Минуту 850 Опыт В Минуту По героям 62600 По Постройкам 6400 И Сам Впитал 94 С Половиной Тысячи Его Прокачка Все Таланты Он взял Левые Напомню И График Вот так Он Выглядит Под Конец Спасибо За просмотр Всем Пока